Приветствую вас! Интересную вы выдавили формулировку для своего вопроса. Вот, я, если честно, думаю даже, что такой формулировкой вы рассчитываете на такой вот, знаете, результат. Довольно быстрый. То есть, вот вы говорите, что как вам сблокировать в себе на что-то вот желание, да? Проблема заключается в том, что эта зависимость не химическая. Эта зависимость, она у вас такая вот чисто психологическая. И связано это в зависимости с тем, что вы живете в стрессе. Постоянный стресс. Сказано это в зависимости с тем, что вы не можете справиться со своей тревогой. Ну, в принципе, об этом вы говорите довольно откровенно. Что я не могу справиться со своей тревогой, что вот я не знаю, как мне не есть в этот момент, когда у меня тревога. И вы говорите, что я толстею. Ну, значит, глядически толстею. Ну, значит, в том дело, вот, вы когда говорите такую вещь, что, значит, ем я, когда у меня стресс. Ем я, когда у меня вот переживания какие-то, поэтому вы говорите, что у меня есть переживания какие-то, но у меня есть. Я отдаю себе отсчет в том, что эти переживания не у меня есть, они у меня присутствуют, а вот. Вот, но при этом, при этом, с этими переживаниями я как-то вот, ну, делать ничего особо не хочу, говорите вы. По сути, вот, по сути дела, вы говорите именно это, что у меня есть некие переживания, с которыми я не хочу ничего делать. Вот просто вообще ничего делать с ними я не хочу. И возникает такой вот, ну, невольный вопрос. Если вы не хотите ничего за своими переживаниями делать, то как же тогда вы ожидаете, что вы перестанете есть? Ведь проблема-то заключается в том, что изначально вы начали есть из-за стресса, а не наоборот. То есть сперва был стресс, потом было все остальное. Сперва были переживания, потом было все остальное. Значит, именно переживания вас толкают на то, чтобы вы поглощали больше пищи, грубо говоря. И в этом контексте, в этой ситуации я не думаю, что вам имеет смысл прямо-таки, прямо-таки, вот, думать о том, как декодировать себя, вот, поглощение еды. На мой взгляд, вам здесь имеет смысл куда больше подумать о том, что порождает у вас стресс вообще. И вот уже исходя из того, что вы себе на этот вопрос ответите, вот исходя уже из этого, я думаю, и можно будет, значит, с вами говорить тогда. То есть, что порождает стресс, откуда он у вас, почему он у вас, значит, как вы могли бы сделать так, чтобы стресс, например, у вас, опять же, вообще не было, например. Как можно было бы сделать так, чтобы вас там, допустим, какие-то вещи не беспокоили и так далее. Потому что, ну, в любом случае, в любом случае, нужно понимать, что стресс – это всегда определенный такой конфликт. стресс – это всегда определенный такой, определенный такой вид напряжения. И если вы чувствуете это напряжение, то, соответственно, вам и хочется чем-то его сбить. Это нормально, это естественно, в данном случае. И я думаю, что проблема заключается в том, что вы просто-напросто, ну, вот, не с того конца подходите к своей проблеме. От чего стресс изначально возник, что его заставляет появляться, вот, подумайте сперва об этом. А вообще потом, когда и если вы это увидите, можно будет как-то что-то делать, собственно, для того, чтобы этот стресс вас снимать. Там, например, есть техники, значит, релаксации, есть, например, значит, техники на расслабление. Это из чисто вот таких, прямо вот скажем, из техник именно мера лингвистического программирования. Вот. Но вам это все поможет поскольку, поскольку, сами стрессовые ситуации, сами проблемные ситуации, да, они от этого, к сожалению, не уйдут. Они с вами как были, они так, в принципе, с вами и будут, к сожалению. И поэтому на эти техники, надеюсь, я бы не встал. Другое дело, вот, если вы поработаете над тем, например, с какого момента у вас появились вот такие вот переживания. С какого момента у вас, например, начались такие вот ощущения негативные, да, что вы воспринимаете то, что с вами происходит именно как стресс. Вот. И, может быть, скорректировать вашу модель поведения так, чтобы вы не испытывали негатива от этого стресса. Это да. Это вот то, что реально может сделать психолог. То есть, давайте вот сразу с вами расставим все точки над «и». Либо вы, значит, меняете ситуацию, которая с вами происходит, то есть выходите из нее, как-то ее осознаете, осознаете себя в ней и вносите коррективы в свое поведение. Либо вы, значит, меняете свое отношение к ситуации и меньше просто об этом, ну, переживаете. Так, чтобы стрессовое состояние о себе не давало знать. Это то, что касается непосредственно корня проблемы, того, что вы, значит, можно сказать, заедаете. Вот. Теперь дальше. По поводу того, что вы толстеете от еды. То есть, цель у вас есть. Цель у вас, ну, довольно хорошая цель. Значит, цель – это следить за своей фигурой. Цель – правильно. Вы молодец. Но, вы говорите, что я иногда, иногда, иногда я толстею от этого. Вот, иногда, вы говорите. Только лишь иногда. То есть, проблема лишнего веса у вас как таковая. Ну, если и стоит, то стоит явно не очень сильно, не очень серьезно. Потому что, как я понял, толстеете вы иногда, а иногда вы не толстеете, и вообще вам это не настолько серьезно нужно. Но, опять же, понимаете, если вы толстеете иногда, и если вы, как бы, сами не видите ничего негативного в том, что это с вами происходит, что вы толстеете, то, опять же, стимула для того, чтобы вам перестать есть недостаточно. Нужно иметь четкие цели для того, чтобы, вот, собственно, именно перестать есть. Нужны четкие цели, чтобы отказаться от ебинь. Нужны четкие цели, чтобы перестать потреблять пищу. Знаете, если четких, четких целей нет, то нельзя говорить о том, что у вас получится перестать как-то кушать. Потому что для вас эти цели будут, ну, не вашими. Они будут какого угодно, но не вашими. А вам-то самой. Для чего вам нужно худеть? Вы не хотите толстеть, почему? Вы не хотите толстеть, чтобы что? Вот на эти вопросы нужно ответить вам именно по работе над тем, чтобы контролировать то, что вы именно едите. Так что в этом аспекте можно вам порекомендовать только более грамотное целеобразование. Ради чего я хочу перестать бесконтрольно, например, кушать сладкое, допустим. Что конкретно мне нужно от этого? Что конкретно я получу от этого? Какой результат мне нужен и как этот результат будет интегрирован в мою жизнь? Вот это нужно вам обязательно учитывать, если вы хотите, значит, перестать, есть. Далее. Конечно, проблема заключается еще и в том, что вы, вполне вероятно, не отслеживаете, когда это начинается у вас. То есть вы просто начинаете есть, не задумываясь над тем, что вы делаете. Это явление, в принципе, вполне нормальное, явление это вполне естественное, но тем не менее, это отсутствие мотивации. То есть, по сути, у вас нет достаточной мотивации для того, чтобы себя ограничивать. Но помимо мотивации, помимо мотивации, еще присутствует и другой аспект. Это аспект внимания. Вы не заостряете свое внимание, не концентрируете его на том, что действительно нужно. Вы не концентрируете свое внимание на том, например, что вы делаете. А концентрируете вы свое внимание только на том, допустим, вот что вас, ну, например, что вас волнует. Вот так вот скажут. И это не есть хорошо. Своим вниманием вам необходимо управлять. Как? Вот если мы говорим про управление вашим вниманием, то я бы хотел начать с главного. С упражнения на внимание. То есть, вы берете, например, скажем, листок бумаги и кладете этот листок бумаги перед собой. И стараетесь, например, скажем, ну, допустим, несколько секунд удерживать свое внимание только на нем. То есть, думать только о этом самом листке бумаги и не более того. Вы думаете только о листке бумаги и стараетесь не допустить мыслей никаких в свое сознание помимо только мыслей о листке бумаги. Вот секунд пять внимание удержали, ну, можно попробовать расслабиться, отдохнуть и спустя какое-то время опять вернуться к этому же самому упражнению. Вот так постепенно, постепенно наращивать внимание, скажем, ну, больше, больше и больше и больше и больше. Вот. Это необходимо. Вам для чего? Очень важно, чтобы вы понимали. Если будет у вас хорошо развито внимание, то вы сможете управлять собой, вы сможете концентрироваться над чем-то и не будете позволять, например, еде, седятлика. А так вам, вы попадаете в определенную ситуацию, а вам, например, ну, совершенно банально, вас начинает тянуть на сладкое, допустим, и вы поддаетесь этому соблазну. То есть вы просто-напросто не регулируете себя, вы не регулируете свое поведение, вы не отслеживаете свое состояние. А это вот как раз таки и является самым тревожным сделать. Отслеживать свое состояние вам нужно. То есть без отслеживания своего состояния вам по сути, по сути, будет куда тяжелее перестать как-то вот, значит, ненормированно кушать. Для этого опять же мы нужны тренировки. Тренировать внимание не так сложно, как, ну, может показаться на первый взгляд, но и не так легко, чтобы прямо делать это успешно и быстро. Поэтому все зависит здесь опять же от того, насколько вы серьезно настроены. То есть насколько вы реально готовы что-либо делать для того, чтобы свою ситуацию менять. И если, соответственно, готовы, то мы сразу же вам поможем. И в первую очередь в чем поможем мы вам? А поможем мы вам в первую очередь в том, чтобы избавить вас от стрессовой ситуации. И, собственно, это будет самым главным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!